Перед тем, как что-то вообще показывать, я так считаю. Ну и твои пожелания молодым рэперам, вот конкретно теперь лично твои. Мои пожелания молодым рэперам. Да, молодым дальневосточным рэперам. Ну и вообще как бы рэперам и всем, кто занимается любой хип-хоп-культурой или любой вообще составляющей, любой темой. Во-первых, оставайтесь всегда самими собой, то есть не примеряйте на себя какие-то костюмы каких-нибудь негров там или там еще кого-то. Вы посмотрели по телевизору модного какого-то человечка, да, который там вот так вот ходит и себя там как-то особенно ведет. И вы начинаете, да, там так же делать. Можно, конечно, какие-то манеры брать у сильных людей. Это только плюс. То есть если вы видите кого-нибудь там человека с сильным характером, да, допустим, и это ваш кумир, конечно, пытайтесь тоже свой характер развивать. Но не надо просто, ну, быть шаблонно, передирать, допустим, кого-то. Оставайтесь самим собой. Реально. Если, ну, то есть не находите себе прям кумиров. Нафиг это надо. То есть у вас внутри вполне достаточно всяких интересных вещей, которые если под грамотным углом показать людям, то есть это будет очень интересно. Поэтому развивайтесь реально, то есть смотрите за модными тенденциями, но при этом оставайтесь самим собой, то есть следите и... То есть не будьте вообще осведомленным. Я только за то, чтобы каждый человек имел представление о том, что происходит. Ну, там, не ведитесь на одно мнение, на два мнения. Заходите в интернет, сами познавайте. То есть это касается и вопросов битмейкеринга, и вопросов сведения, и вопросов рэпа, допустим. Вам один Ваня сказал, что вы дерьмо, второй Ваня сказал, что вы дерьмо, третий сказал, что вы кайфовый пацан. Это не значит, что вы кайфовый пацан или что вы дерьмо. Это значит, что вам надо развиваться, продолжать дальше. То есть этого я вам и желаю, то есть не стоять на месте, а реально расти и не вестись на какую-то одну, какую-то тенденцию. То есть надо как-то видеть, где потолок и пол, реально различать, самим научиться видеть в этом мире. То есть без этого вы будете амебой плавать в воде, и будете там, вас никуда унесет, тем вы станете. Вот. Что-то рубил? Давай. Ну, это был Витя Классик из вульгарного тона, специально для FESstyle.ru. Ну, что касается приветов и всего такого, пожеланий. Всем привет, кто увидел это видео. Внизу можно написать комментарий, я всегда зайду, прочитаю. Как бы материться не надо. Пожалуйста. Педиком прошу не отписываться в тема, где видите мое имя и там, мою группу. Сразу, если вы гомоселик или какой-нибудь дебилоид, сразу закрывайте. Если вы хейтер, хейтер. Да, если сразу вот, сейчас, не знаю, в том углу или в том такой красный вестик, это вам надо нажать туда и больше меня никогда не видеть. Вот. То есть желаю всем, кто вообще, кто что-то из себя представляет, добиваться своих целей, светиться как-то, чтобы я, не только я, так же любой зритель, там, любой слушатель мог о вас услышать. То есть делайте дела, не сидите на месте, то есть от того, что вы будете сидеть на месте и всех хейтерить, пиздеть, не ходить ни на тусы, никуда. Да вы, ну то есть, вы ничего и не сделаете, вы как сидели, так и будете сидеть. Надо как-то, блядь, двигаться, как-то себя проявлять. То есть респект всем людям, которые, соответственно, двигаются и там, интересуются и т.д. и т.п. Четвертого числа будет тусо? Я думаю, что такого будет не каждый день, не каждый год даже, я бы сказал. То есть это будет что-то новое, реально. Такого в Ларике, я думаю, если было, то один-два раза и итог там редко. То есть это будет, это конечно не будет там, как что-то феерического, как Оникс, когда там негры бешеные будут прыгать и там в народ падать там или на второй этаж залазить. Но будет хороший рэпак, хороший, душевный и близкий многим рэпщик, дальневосточный именно будет. Именно дальневосточный персонаж задействованный, такие ключевые, я считаю. Вот, поэтому приходите 4 октября в BSB. Все, всем мир, всем привет. Пишите письма, пишите ВКонтакте мне, привет, как дела? Будем общаться. Все, мир. Субтитры сделал DimaTorzok